Высокие рейтинги безопасности, удивительные квартальные прибыли. Что думает мистер Маск? Я понимаю, как он устал от всех этих хороших новостей про Тесла. В последнее время было много хороших новостей для производителя электрокаров, но критики не сдаются так легко. Одна из актуальных проблем – как потребители смогут получить Тесла в свое владение. Сражение, которое происходит между Маском и законодателями, дилерами, а также союзом Ford, General Motors и Chrysler. Сейчас лучший способ приобрести Model S отправится в шоурум Тесла, что уменьшает прибыли дилеров до минимума, и они этому не рады. Штат за штатом, включая Техас, они сражаются с Тесла, используя законы, созданные, чтобы защищать франчайзинг. Маск рассказал мне, что он уверен, что потребители смогут обойти этот протест дилеров и их лоббирование. Однако, насколько шоурум и Тесла останутся доступными для потребителей, Маск говорит, что он не прекратит работать через них в ближайшее время. Мы не утверждаем, что никогда не будем работать с дилерами в будущем. Думаю, мы всегда будем продолжать продавать машины напрямую. Но в дополнение к этому мы можем начать продавать через дилеров. Не совсем точная аналогия с Apple, но думаю, общая в том, что... Если бы у Apple не было своих магазинов, и им приходилось бы продавать через Best Buy или другие торговые сети, то никто бы не понял, в чем смысл покупать Mac. Это был бы просто компьютер, который гораздо дороже других компьютеров. Смотрите, в конце концов, он хочет продавать свои автомобили. Он открыт для компромиссов. Кроме машины, я знаю, тебе удалось заглянуть глубже. Я не могу назвать это домом. Его замок, его особняк, его поместье. В Белл-Эйр, Калифорния. Да, именно так. Плюс там была его личная Model S, на которой мы катались. У него семь спален, десять ванных комнат. Настоящий особняк. Около 17 миллионов долларов. Кстати, он снимал его. Это норка? Меховое покрывало вон там. Просто чтобы вы поняли, какую прибыль он получает от своего бизнеса. Он долгое время снимал этот особняк, а теперь, наконец, купил, когда почувствовал финансовую безопасность. От кого Эллену чувствовать себя в безопасности? От других миллиардеров вокруг. В выходные он играет в видеоигры, проводит время со своими пятью детьми. Вы можете это видеть. Он говорит, что видеоигры это... Это его собственный домашний кинотеатр? Это как живое кино, да. Во что вы играли? Я так и знала, что ты спросишь. Там была видеоигра, название которой я забыла, к стыду своему. Я удивлена, что ты вообще играешь в игры. Я удивлена, что он вообще играет в видеоигры. Он сказал, что это помогает ему снять стресс. В этом нет ничего необычного. Мне многие люди то же самое говорили. Ты сказал кое-что, что меня заинтересовало. Недавно был момент, до которого Эллен Маск не чувствовал себя в достаточной финансовой безопасности, чтобы купить себе дом? Именно так. Помню, несколько лет назад случился инцидент развода. Его освещали в прессе. И он сказал, что он был полностью раздавлен. Он платил алименты, выплаты на содержание детей, а параллельно основывал Тесла. И все сам на свои собственные средства. Нам пора сворачиваться, но я обязана тебя спросить. Ты была в доме Говарда Буфорда и Эллена Маска. Какой тебе больше понравился? Я не могу сказать, у кого дом лучше. Должна признать, у Эллена Маска, потому что Буфорд стремится к простоте. Во всем. Я вот что вам скажу. Спустя немного времени стегней нестабильности, дела у Эллена Маска идут отлично. Стоимость Тесла составляет 18 миллиардов долларов. А он ими владеет. И это не просто газетные слухи, почти четвертью. Грубо, он заработал почти 5 миллиардов долларов за этот год. Только на акциях Тесла. Продолжение следует...